Бисмиллахи рахмана рахим Валхамдуллахи раббил ааламин Валя Акбату лин муттаقин Васалату вассаламу аля шарафил анбия и валмурсалин Наби на Мухаммаде и аля алиху и сахабе и ажмаин Саламу алейкум и рахматуллахи баракатум Уважаемые братья и сестры Сейчас я задумался над восхвалением Всевышнего Аллаха Субхану ата'аля Над дуа Аллахума лекал хамду бил ислам О Аллах мы благодарим тебя за ислам Или альхамду лиллахи Аля ниамата л ислам Благодарство Всевышнему Аллаху Субхану ата'аля За аль ислам За ислам Вот сейчас вот в эти дни Когда карантин Когда Идет вот этот вот вирус И мечети закрыты Ты понимаешь Более глубже понимание Понимаешь это Милость ислама В чем заключается Когда ты молишься в мечети И когда ты молишься в доме Есть разница Сейчас сердце скучает Верующий по мечетям Поклоняться Всевышнему Аллаху Субхану ата'аля В его домах И понимаешь то что Нур Аллаху Субхану ата'аля Именно в домах В мечети Как Всевышний Аллах Субхану ата'аля В сурате Нур Сказал Всевышний Аллах Субхану ата'аля Свет небес и земли И после того Когда он у нас писал свой свет Всевышний Аллах Субхану ата'аля Пояснил нам Где находится его нур В следующем аяте В домах То есть В мечетях Свет Нур Всевышнего Аллаха Субхану ата'аля Хотелось бы Опираясь на это Поделиться В первую очередь Напомнить самому себе И всем нам Три вещи Первое Благодаришь Аллаху Субхану ата'аля То что он тебя сделал Из тех рабов Которые поклоняются Аллаху Субхану ата'аля То что ты из тех Рабов Которые молятся Всевышнего Аллаху Субхану ата'аля То есть Братья и сестры Сердца у нас Скучает по мечетям Поклоняться Аллаху Субхану ата'аля В домах А что уже говорить О тех людях Которые вообще Ни разу Аллаху Субхану ата'аля Не делали земной поклон Которые вообще не поклоняются Всевышнему Аллаху. В чем они находят? В чем они находят счастье? Здесь поражаешься и не понимаешь, в чем можно найти счастье, кроме как, в первую очередь, не поклонение Всевышнему Аллаху. И благодаришь Аллаху и произносишь эти слова из глубины сердца. Тебя благодарим за ислам. Второе то, что люди должны понимать то, что Аллах, вот сейчас мы до этого молились в мечети, отдай Аллаху, чтобы поскорее наши мечети открылись, но понимаешь, что Аллах не нуждается в тебе нисколечку, то есть Аллах не нуждается в твоем поклонении. И здесь понимаешь, что мы именно нуждаемся в этом. Аллах в Коране сказал О люди, вы бедны перед Аллахом, вы нуждаетесь в Аллахе. А Всевышний Аллах самодостаточный, он ганий, он богат, ничем не нуждается. Всевышний Аллах, восхваляемый. Морок Мухаммад, салаллаху алейсалам, передавал хадис Аль-Кудси, где Всевышний Аллах, субханава та'алла, сказал, Я, аибади, иннакум лам таблугу дурри фатадурруни. Ва, я, аибади, иннакум лам таблугу нафаи фатанфауни. О, мои рабы, вы никогда мне ничем не сможете навредить и никогда не сможете мне ничем помочь. То есть Аллах в нас не нуждается. Если первый человек из вас, Адам, алейсалам, последний человек из вас, который будет жить перед судным днем, люди, джинны, все будут богобоязнены, тем самым вы мне ненасколечко ничем не увеличите мою власть, говорит Всевышний Аллах, субханава та'алла, не приумножите мою власть. И так же, если первый человек из вас, последний человек из вас, люди, джинны, все будут грешниками, тем самым они не заберут из моей власти нисколько, то есть не сделают Аллах, субханава та'алла, бедней. То есть отсюда понимаем то, что мы нуждаемся во Всевышнем Аллахе, субханава та'алла. И как скучает у нас сердца по мечетям, благодаришь Аллаху, субханава та'алла, за эту милость. И удивляешься тем людям, которые не поклоняются Всевышнему Создателю. В чем они находят сладость? В чем они могут найти сладость? Ведь истинная сладость именно в вере, в поклонении Всевышнему Аллаху, субханава та'алла. Поэтому просим Всевышнему Аллаху, субханава та'алла, чтобы укрепил нас на его религии, сделал нас из тех рабов, которые поклоняются Аллаху, субханава та'алла. Просим Аллаху, субханава та'алла, чтобы Аллах, субханава та'алла, уберег все человечество от этого вируса, корона, чтобы это все быстро прошло, миша Аллах. Чтобы заново открылись дома Всевышнему Аллаху, субханава та'алла, мечети по всем мире. Чтобы люди, уже когда это все пройдет, заходя в дома Всевышнего Аллаха, смогли более оценить ту милость, которую Аллах дал. Ведь есть поговорка «имеем, не ценим, теряем, плачем». Поэтому, когда, да, Аллах, когда откроется мечеть, и люди придут, сделают земной поклон, именно уже будут, начало, поклонятся в домах Аллаха, более осознанно, и чувствовать эту милость, и чувствовать эту милость. Пускай Аллах обережит нас и вас, пускай Аллах ведет нас прямым путем, даст нам баракат, укажет нам на прямой путь, и сделает нас в этой жизни из самых счастливых его рабов. Аллах, сделай нас из самых богатых твоих созданий, чтобы мы не нуждались ни в ком, ни в чем, кроме как в тебе, и самым бедных, нуждающихся в поклонении тебе, Аллах.